В 17-й раз в Историко-художественном музее состоялось вручение ежегодной премии «Серпуховское наследие». Она присуждается за сохранение культуры, традиций, исторических памятников, а также за вклад в развитие родного края. О том, кто по итогам 2021 года стал лауреатом премии, в нашем сюжете. Торжественный вечер, как обычно, прошел в Белом зале Серпуховского историко-художественного музея. По словам Феликса Назарова, выбрать из выдвигаемых кандидатов всего трех человек каждый раз непросто. Мы выбирали из восьми человек сейчас. Представляете, 17-й раз и каждый раз 8, 10, 12 человек. И это, на мой взгляд, очень показательно в том плане, что не оскудевает земля Серпуховская на таланты, на людей, которыми может гордиться наш край. И в очередной раз комиссия выбрала тех, кем земля Серпуховская может по праву гордиться. За свою многолетнюю педагогическую деятельность Тамерлан Кадоев воспитал не одно поколение художников. Его произведения хранятся в частных собраниях по всему миру. Город Серпухов и его окрестности всегда вдохновляли художника. Так как я сам родом с гор, мне понравилось, что Серпухов, он не ровный, а гористый. То есть там подъем, там Весоцкий на горе находится, Соборная гора. И вот этот ландшафт мне очень понравился. Ну, естественно, храм. За сохранение и приумножение театральных традиций Серпухова премию получила и Оксана Кудрявцева, режиссер, художественный руководитель театра «Зазеркалье». Известие о награждении стало для нее приятной неожиданностью. Нет, конечно, не ожидала, да. Потому что когда работаешь, не думаешь об этом, просто работаешь, как ты привык работать, как ты любишь. Это моя работа, любимая. А тут, конечно, приятно, когда вот такая оценка. Спасибо большое. И вот если есть счастье, да, вот, наверное, оно состоит из таких вот приятных моментов. Третьим лауреатом стал Павел Стенчев, председатель Серпуховского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Его наградили за сохранение исторического наследия Серпухова. Всем лауреатам вручили каталог выставки «Образ и смысл. Голландская живопись 17 века» из музеев и частных собраний России. Каталог можно приобрести в кассе музея. Субтитры создавал DimaTorzok